Тоже не нравится? А вот это? Тоже не нравится? А вот это? Ну красиво, я же что-то придумала. Это уже красиво, это не придумала. Всё, короче, мама будет в очках сидеть. Ты мой большой ребёнок, уже стала большой ребёнок. Не надо, не тыкай тебе, я не разрешаю. Нет, нельзя, доченька, нельзя. Ты же знаешь, что мой телефон табу. Поэтому я тебе взяла... У тебя есть свой, у меня свой. Всё по чесноку. Что моя любовь? Выросла она, пипец, какая большая стала. Моя маленькая. Так, доченька, не тыкай, я вижу, что твой пальчик очень быстро. Не надо, не делай так. Не делай так. Моим пальчиком такой. Ты думаешь, твоим пальчиком нельзя, моим можно? Ты хочешь очки поменять? Ну давай. Вот это да! Вот это кукла! Вот это тётя Мотя к нам пришла! Вау! Мне так не идёт, доченька, как тебя. Слушай, ты может мне подстричься? Давай ты. Доченька, ты такая, как будто ты самая прилежная ученица в школе. Мне кажется, ты будешь очень плохо учиться. Я прям в этом уверена. Так, а сколько, доченьки, три годика? Нет, Батички нет ещё трёх лет. Или летом только будет три? Да, мне не надо. Эй, не делай так. Я не хочу чупа-чупс. Ты не хочешь больше чупа-чупс? Дай мне. Не надо его в нигде кидать. Дай, я его заберу. Ты не будешь больше? Да. Ты больше не будешь? Ой, блин, волгерой попали. Всё. Блин, ты вся липкая, дочь. У тебя всё слипалось от этого чупа-чупса. Ой, чёрт. Надо тебе купаться больше, кстати. Да! Купаться будем? Ты любишь купаться? Да. Так, ну чё, давайте кого-нибудь обсуждать. Кого будем обсуждать? Кому надо кости промыть? После последнего телефон сел. Блин, у меня тоже сел телефон. После последнего матери, поэтому он бросился. Открытись. Мои саги, папа, кай. Мои, мама, ну ты ты. Мои. Мама. Мама. Мама всё съела. Мама. Иди выкинь, бель. Иди выкинь мусорку-палочку. Да. Мама. Так, мужу моему давайте. Пишет Светлана. Давай. Вот этот можно у вас? Не надо, пожалуйста. А я ему говорю, ну что, давайте, давайте, пока. Он такой, нет, не надо. И у меня всё. Мама заря откусила. А попугай народ, как ты пугаешь, доченька? Как ты пугаешь людей? Покажи, как ты бабушку свою пугаешь всегда вот так. Вот так делаешь. Покажи. Так, общаешься с Катей Колесниченко? Нет, никогда не общалась с Катей Колесниченко. Мы никогда с ней не общались. Доченька, пожалуйста. Дочь, ну не надо так делать. Что жуёте? Об этом не доелась очень под щупсом. Как раз была жвачка. Но я проглотила жвачку, потому что она мне показалась, как конфета. Но я надеюсь, что это конфета, а не жвачка. Но, скорее всего, там жвачка. Так, Тата, у тебя есть близкие подруги? Если да, то сколько? Похер его знает, если честно. Сложный вопрос. Поругались, что я выставила фото наши вместе в инстаграм-сторис. Увидела его родня. И что? Что тебе нельзя со своим мужем выставлять фотографии? Ты же не любовница его или ещё какой-то бред какой-то. Почему так? Так, тебе для поддержки что надо? Так, где сейчас живёшь в Москве? Я живу в Филиграде. Всегда здесь жила, в принципе. Давно уже очень. Я живу уже так. Надя, Надя, заеду на бокал. Что ты сказала? Вообще ничего мы не поняли. Ты зачем маме очки украла? У мамы фильтры, видишь, слетела, а ты у тебя тоже в очках. Так, когда Бетти будет нормально говорить? Как только, так сразу. Так. Где в Зеленограде? Нет, не в Зеленограде. В ЖК Филиград. Филиград. Это мой дом так и называется. Я живу в этом ЖК. У тебя папа так молодо выглядит. Если честно, папа очень постарел за этот год. Он пережил два инфаркта. Нет, два инфаркта. Два инфаркта пережил. И, конечно, очень дурнее стал выглядеть, к сожалению. Вот его сейчас немножко полечили. Сейчас, надеюсь, если я смогу... Сейчас карантин закончится. Если я смогу ему выбить какое-нибудь там хорошее где-нибудь место в клинике, то обязательно его отправлю. Ну, надеюсь, у меня такая возможность будет. Так, приезжай из Зеленоград гулять. Ого! Зеленоград это очень далеко из центра ехать. Так. Инсульт. Да, два инсульта он пережил. Не знаю, чем отличаться инсультом. Факт, он второй раз уже думает, что он умрет. Вообще, даже были все удивлены, что он остался жив. Но, прикиньте, короче, к моему папе у меня умерла бабушка. Короче, у меня была умерла бабушка. Я очень ее, кстати, любила. Это вот моего папа-мама. И когда моему папе второй раз уже... Спасибо, доченька. Когда моему папе уже второй раз стало плохо, прикиньте, каждый вечер, каждый вечер приезжала... Папе не могли ни кровь остановить, ничего у него совсем дыр вот так хлистало. Он не мог не дышать изо рта, из носа. Это всюду просто у него лилась кровь. И когда уже врачи думали, что он уже второй раз не выживет, каждый день к моему папе в пять часов вечера приходила моя бабушка. Прикиньте, в одно и то же время папа говорит, всегда после пяти она к нему приходила, садилась около него, но никогда его к себе не звала. Всегда, говорит, такая недовольная сидела. И мне вроде, говорит, хотелось к ней пойти, да, там, говорит, что-то, ну, обнять ее. Но, говорит, она какая-то такая недовольная была, что, говорит, я как закрептизированный был, говорит, я вот, ну, не шел, говорит, к ней все равно. И вот каждый вечер она приходила к папе, к моему. Так, инфаркт, это сердце. Значит, сердце, папа с сердцем, да, папа с сердцем, да, сейчас он на диету сел, там, ничего. Он так сильно поправился, у него прям живот так вздуло очень сильно. Так, у тебя есть братья или сестры, да, у меня, у нас пятеро вместе со мной. У меня три сестры и один брат. Доченька, я не хочу столько яблочков, зачем ты мне все яблочки принесла? Я не хочу яблочков, я не люблю яблочки, если честно. Это ты любишь яблочки. Это сон или что ты сейчас рассказала? Ну, нет, он говорит, я не знаю, сон это или нет, но он говорит, вот просто каждый день она к нему приходила в пять часов вечера. Вот каждый вечер она к нему приходила. Ты так на маму похожа именно сегодня почему-то, потому что я в мотных очках. Бабушка приходила ему помочь, а не забрать с собой. Да, да, обычно же говорят, что типа мертвые приходят, обычно они говорят, иди ко мне, там, пошли за мной. А она говорит, меня вообще не звала. Она говорит, наоборот, типа меня, ну как бы, делала так, чтобы я к ней не хотела идти. Говорит, я как за гипотезитерный был, говорит, я просто смотрела. Но, говорит, к ней не хотела идти, хотя он очень любит маму свою. Так, а дуреть можно, не столько дома сидеть, в смысле. Точенька, я не хочу яблочки, зайчик мой, не хочу. Я тоже думаю, что эта бабушка пришла, она как бы ему типа помогала. Бабулечка моя. Знаете, мою бабушку звали Тавелла. У меня тоже бабушка умерла и снится мне каждую ночь, как живая, будто ее нужно спасти. Ой, кстати, а может быть, может быть, надо, может, что-то ее беспокоит. И надо как-то, как это говорят, я тоже плохо разбираюсь. Может, что-то ее здесь держит, а ей надо, как бы, ну, помочь, ну, хорошо уйти туда. Может, как-то отпевание или что-то там, не знаю, заказать. Не знаю, извини, сейчас не знаю, как правильно это все говорить, поэтому глупо как-то звучит. Так, а где все сестры твои? Мама, 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 мама. У меня три сестры сходные. У меня родной брат есть, это у нас от моей мамы и от моей мамы, и от моего папы. Моих два родных, брат и сестра. Вот, и три сестры у меня уже от папиного брака. Там две девочки-двойняшки и одна старшенькая. Так, Катюшка, Катюшка уже взрослая, у нас лет, она вот на меня похожа. Мама! Ой, папа. Так, свечку поставить бабушке, закажите панахиду. Вот, да, вот это я, не знаю просто это слово, но я имела в виду, что надо в церковь что-то вот пойти, попросить, чтобы не помолились, может быть. Так что вот так вот моя бабулька приходила к моему папе. Это не сводные, а родные по отцу. Ну как, это сводные, по-моему, так им называются. Сорокауст. Вот про это я, кстати, слышала, про сорокауст. Вот другого слова, когда до этого писали, я его чуть не знаю. Вот, поэтому я думаю, что действительно надо сходить вам в церковь. Блин, а у кого-нибудь когда-нибудь были какие-нибудь страшные, вот реальные истории, такие паранормальные? Вот подождите сейчас, вот я, блин, вот я о том же, родня его обо мне не знает. Женатый в 8 лет, поэтому думаю, ходит и со мной не разговаривает. По мне это клиника. Бред какой-то, я вообще ничего до сих пор не поняла. А зачем ты... Не, ну, улыбаешь, наверное, что-то такое вопрос. У меня, как твоя мама выходит в эфир, телефон начинает прыгать и петь шалахо. Ой, блин, мама моя очень смешна. У меня парень, армянин, говорит, к старости жить с его родителями, ты бы могла? Блин, а что делать? Я свою маму в старости тоже себе заберу. А что делать? Это родители, как бы, конечно, хочется, чтобы родители были нормальные. Ну, всякое бывает. Бывают такие чеканутые, конечно, у кого-то там, ну, не родители, а свекрухи, свекровки и так далее, тому подобное. Ну, вообще, ну, а как иначе, ну, жалко, когда, все-таки, согласитесь, жалко, когда старенькие живут вот никому нигде-то далеко, там, к ним редко приезжаешь. Вот что этим бабулькам делать, когда семьи нету, блин, ну, не знаю. А, конечно, я считаю, что лучше стареньких, ну, лучше жить со старенькими. Вот. А, что мы говорили? Давайте, расскажите, у кого-нибудь были какие-то паранормальные ситуации? Вот что-нибудь такое, то, что из ряда вон выходящее, что вот кажется немножко, ну, как бы, типа, нереальным. У меня один раз в жизни была такая ситуация, не знаю, может, это сон или что, но я это помню, если честно, на всю жизнь. Я вот так лежала у себя в комнате, значит, так заходишь ко мне в комнату, вот здесь у меня вот так, как я сейчас нахожусь, кровать, и с левой стороны у меня такой балкон большой. Я, значит, лежу, я реально, девочки, я реально, у меня еще свет не выключен, и я реально видела своими глазами. Я лежу, значит, закрыла книгу, я читала тогда, закрыла книгу, и вижу, и вижу, как кто-то заходит, вот так вот, вот прям появляется такая черная тень, у него как будто такая шапка, как, знаете, как на КП, как из ЦК, как будто такая шапочка, такой острый нос, и такое черное пальто длинное, и прям очень такое... И глаза ничего не видно было, просто такой мужской облик, очень строгий. И, значит, он открывает дверь, а я лежу, а мне когда страшно, у меня вообще все начинает трясти. И я лежала, мне было так страшно, я вот так вот, я чувствовала, как у меня вот так вот пульсировало, вот здесь все, у меня кожа пульсировала, мне было... я вообще не знала, что мне делать. Я начала читать молитвы. Если честно, половину молитвы я даже не знала вообще, что я говорила, а он мне что-то... На таком ненапонятном языке, я мне что-то как бы причитал как будто. Я от страха, я не знаю, я боялась пошевельнуться, но при этом я понимала, что я не сплю, я чувствую каждую свою частичку тела, как у меня все трясет. И я говорю в конце, помимо того, что молитвы читала, я в... Бетечка, ты мне в уши уже... Я, короче, слышала, а я последнюю фразу сказала. Я говорю, моя... я как лежала, я говорю, моя душа принадлежит только Господу Богу, моя душа принадлежит только Господу Богу. Я вот клянусь, я прям видела четко, так после этой фразы, он вот так вот закрыл, как будто дверь, вот так потом, еще раз, Бетечка, ну не ори, пожалуйста, потом вот так вот открыл еще раз дверь, последнюю фразу меня какую-то кинул и ушел, но это было очень-очень страшно, я вот этот день прям очень хорошо помню, так. Так, точно так же Джиган начал рэп читать, петушки, не могу сказать, мне так понравилось это про петушки вообще, у меня часто во сне душит черное мохнатое существо, я открываю глаза и не могу шевелиться, вот кстати, это знаете как называется, сейчас скажу, инкубы или что-то такое это называется, они питаются вашим страхом, надо их не бояться, прям, так, это был домовой, Господи, что я не сучу, было далеко, дело у тетки моей матери, в доме стал слышен топот, как будто стадо бежит, даже взрослые мужики боялись находиться в домовой... Часто во сне душит, подожди, а что еще, подожди, там я пропустила что-то... Так, я проснулась с того, что меня душит, прям душит, я шевелиться не могу, потом отпустила, а вот ты его видишь, когда он тебя душит, обычно, типа, мне тоже такое было, но я не видела, он ко мне часто кто-то приходил, но это было очень много лет назад, я тогда еще тоже была подростком, И как будто кто-то, ну, сзади, вот, но я не чувствовала, я не могла посмотреть, кто это, и мне такое было, пока я не начала говорить, что я тебя не боюсь, типа, иди сюда, и ты не боюсь, вызывала его на батл, я же, я же тристановая дочка Так, мне как-то приснился во сне, что мой умерший дядя говорит, что заберет моего папу, через полгода умирает отец, так и есть, особенно, когда мертвые приходят, кстати, к живым забирать, они всегда заводятся с собой, если ты идешь, ой, фу, у меня ж мурашки, если ты, кстати, идешь, то обязательно что-то не очень хорошее случится Ой, блин, блин, страшно, может, хватит, а мне интересно, давайте, давайте вызовем пиковую даму Так, давайте еще кто-нибудь, так, мой дедушка жил в Грузии, у соседки был сын, он бил ее, а дедушка жил возле кладбища, эта соседка умерла, а он ночью шел домой и сел на лавку, рядом с ним сидела женщина и плакала, как будто Человек умирает, гниет и все, никаких душ не существует Ну, кстати, я в этом не согласна, я верю в то, что это по-любому Мама! Я не верю в то, что... Эй, мама, дай ему! Блин, что-то из эфира... Мама, дай! Что-то из эфира люди ушли Так, спала, не могла двигаться, как будто мозг проснулся, а я встать не могу, начала плакать, мой отец был в комнате, разговаривал с братом, они подумали, что я сплю, поверили, когда пересказала их разговор, блин, охренеть Душа, она жива всегда Я тоже, я верю, я вот, я на самом деле верю в реанкарнацию душ и то, что мы все равно, что мы живем, что души не умирают У меня, вот мужчина пишет, у меня было в детстве, что кто-то меня душит, а я не мог кричать, все тело не умело Да, вот в такие моменты не можешь кричать, но у меня, тьфу, у меня раньше такое было часто, вот в моем, ну, до лет 15-16, наверное, а потом у меня больше такого не было Я перестала как-то бояться этого Так, пофиг на дочь, ну что, она сидит с яблоками играет, яблоки перебирает, не за счет, не продает, господи, злоубали вы Давай про другое, пожалуйста, мне страшно Нет, Иванова, сегодня к тебе придет Шучу А я видела бабайку, мне было 5 лет Ты единственная, кто реально видел бабайку Подожди, я видела бабайку, мне было 5 лет, и бабайка была в виде большой семечки с человеческой рост Это шло ко мне, блин, не так страшно было, я убежала в кухню, постояла, оно шло за мной Но как ты поняла, что бабайка в семечке, это бабайка? Га-га, га-га Дайте, взяла коровку и этот Сзади тебя что-то черное Я чувствую эту сущность в виде гномика Тата, сколько лет папиной жене? Надюшке сейчас где-то 3 Папа сильно болел смертельно, и под окном нашего дома сел ворон Четко, раза три, четко, сказал слово смерть Через пару месяцев папой не стало А у меня папа никогда в жизни не попадал в аварии Он сказал, говорит, что он увидел ворону и говорит Блин, у меня такое плохое предчувствие за этой вороной Он прям чувствую, что это что-то не то И он поехал как раз тогда за Надей А Надя жила в другом, чуть далеко от города И он поехал к ней Субтитры сделал DimaTorzok